На фото куски грунта, которые в момент сотрясения откололись от гор. Мощнейшее землетрясение в республике Алтай 2003 года нарисовало татуировку в виде оползня. Эти фотографии сделала Ирина Дмитриева, гид по горному Алтаю. Местные жители до сих пор помнят масштаб разрушения. Подземные толчки магнитуда в 7,3 практически уничтожили поселок Бельтир. Люди выжили. А вообще, рассказывает Ирина, землетрясение в горном происходит регулярно. Большинство проходит незамеченными, но иногда трясет сильно. Помню как-то пятибалльное землетрясение. Я сидела в момент на скамейке, которая стояла на улице. И вдруг эта скамейка захотела меня с себя сбросить. Что-то подобное ощутили 27 сентября 2003 года барнаульцы. Многие помнят, как земля уходила из-под ног. Стоял дома, что-то все зашаталось. Счастье неприятное, когда пол выпрыгнет из-под ног. Утром пошел на массаж. И когда начало корежить, массажистка убежала. И я убежал. Когда началась тряска, нас всех по-быстрому эвакуировали из школы. Это была 55-я школа Ночкалова. Какой-то страх, мандраж у ребенка был? Полнейшее непонятие того, что происходит. В момент землетрясения доктор географических наук, Геннадий Барышников, был в отъезде. И по возвращении отправился в экспедицию в республику, в эпицентр. Подземные толчки, хоть и слабые силы, еще продолжались. Ночью случился толчок очередной. И, представляете, кровать наша поехала ночью. Офицер забегает. Вы живы, вы живы здесь. Да живы мы, все нормально. Это уже было 10 октября. Подземные толчки, это авторшоки были. И они вот так проявлялись. Сегодня многие сравнивают Чуйское землетрясение и Турецкое. Магнитуда примерно одинаковая. Масштабы катастрофы кардинально разные. Ученые дают ответ. В Турции до 30 лет назад строились дома не по той технологии, какой должна быть при сейсмоподвижках. Какие дома строились? Они делали каркас металлический и стены выкладывали из кирпича. Причем кирпич был облегченный с полой, по сути дела полой, с перегородками небольшими. Поэтому эти дома все были разрушены. Сейчас в мире есть приборы, фиксирующие уже случившиеся толчки. Но нет оборудования, которое предскажет будущее. Назовет точную дату и время землетрясения или того же цунами, поясняет Геннадий Барышников. Однако поведение животных может намекнуть на грядущую природную бурю. Тогда, когда в Индонезии произошло сильнейшее море трясение, так вот, змеи, оказывается, и слоны почувствовали первое такое землетрясение. Слоны все ушли в горы, змеи тоже ушли, уползли. Если в мире нет достоверного способа прогнозирования, то разработки умного оборудования, который минимизирует масштабы катастрофы при землетрясении, идут полным ходом. В частности, алтайская компания совершенствует умные шкафы. Мы хотели бы попробовать, по крайней мере, заложить в свои шкафы такое решение, которое позволяет им при возникновении каких-то толчков, вибраций, да, неестественных для, скажем так, места установки, давать сигнал на отключение нагрузки. То есть, по сути, обесточивать все те электроприборы, которые есть в доме. Если вдруг что-то, какую-то конечность придавило, мне двигать завал. Урок у БЖ в 53-й школе. Катастрофа в Турции с многотысячными жертвами заставила нас вспомнить школьную программу. А ведь там изучают правила поведения при землетрясении. Но многие ли о них помнят, да и свою актуальность часть правил уже утратила. К примеру, что в момент толчков стоит прятаться в ванны, рассказывает учитель барнаульской школы. Современная застройка немножко изменилась. И современные ванны у нас идут акриловые. Это советского производства, которые были ванны чугунные, в тех можно было спастись от, скажем так, падающих плит. То в современной ванне уже спасения вы не найдете. Поэтому надо искать такие места дома. Если стихия застала вас дома, нужно держаться подальше от бытовых приборов, шкафов, окон. Рекомендуется залезть под стол. Главное, не стеклянный. В момент сотрясений прижаться к несущим стенам. При возможности покинуть помещение. По лестнице. По лифту нельзя, тросы могут оборваться. А вообще такие меры предосторожности для жителей Алтайского края крайне важны. Уж слишком близко Горный Алтай. В Барнауле магнитуда 7,5 не произойдет землетрясение, произойдет несколько ниже. Давайте так, повредятся ли здания? Да, повредятся. Много зданий? Да, много. Ежегодно рассказывают географы, в мире происходит около 8 миллионов землетрясений. Естественно, большую часть люди просто не ощущают. Но что касается горной местности, то там нужно быть на чеку вдвойне, поясняют эксперты. Что провоцирует землетрясение? Это камнепады, сход лавин, сход грунта, сели, обрушение ледников. То, собираясь в горы, ты должен быть правильно экипирован и иметь, конечно, соответствующие знания. В горах, на земле подземная буря может настигнуть везде, в любой момент. Что касается нашего города, то разрушительные землетрясения Барнаулу не грозят. Но все мы путешествуем, покоряем горные вершины, отдыхаем на море. Вот где необходимо соблюдать предельную бдительность. Насколько это вообще возможно в отношении стихий? Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.